Так, ну что? Работаем. Красиво сделали, ляло. Вот это вот. Возмущается мама. Да и ну чё? Снег, да? Офигеть. Краснодар! Девочки, я ни разу не была в Краснодаре. Если вдруг я продам свою тачку, то я буду ездить на вот этой малышке. Ёлочка, зажгись! Та-да! Всем доброе утречко! Сегодня мы решили сделать небольшую перестановку. Точнее, со вчерашнего вечера мы начали это делать. И перенесли вот сюда, на кухню, мой рабочий стол с компьютером. Вообще, изначально я бы хотела, чтобы здесь был стол. Мы уже немного планировали вообще, какие у нас занавески тут будут, какая у нас будет кухня. Это как бы у нас всё в планах, да? И стол, я думаю, что он примерно должен быть здесь, потому что мое рабочее место должно было быть на кухне. Я решила уже примерить, как я себя буду чувствовать на кухне. Девочки, шикарно! Сижу вот так вот, понимаете? Ещё одно место. Кухню всю вижу, мамочка что-то готовит, я работаю. Ну реально, вот кухня-студия, она для этого. И как раз вот здесь останется потом место у нас для хороших... Ну как бы это сейчас оно, видите, два стола у меня так, кстати, потому что большой компьютер, большой экран, огромное кресло. Кресло будет другое, стол будет более компактный, он будет как раз вырезан вот здесь, как нужно, да? И, конечно, вот где-то здесь, наверное, уже даже закончится вместе со стулом рабочее место, а может даже и меньше. И тогда здесь уже пойдёт вот диван, на котором уже все будут лежать, здесь телек, который все будут смотреть, такая встроенная стенка с закрытыми фасадами, тут идёт идеальная кухня и стойка-стойка-стол. Она либо будет где-то вот здесь, как островочек посредине, либо даже может быть там, либо может здесь. Я там у одних соседей видела проект, вот здесь у них находится. Ну здесь как бы телевизор, не хотелось бы под телевизором сидеть. Ну короче, это мы будем фантазировать, стойка, она будет такая, не привязана к какому-то определённому месту, на которой мы будем обедать, как бы, и принимать гостей, там все дела. Мама Чоли вот ходит. А мама Чоли в этот момент сегодня мы вздумали. Ну ладно, я ещё не сделала там, Блянчик. Ещё не сделала? Ты покажи, ты сделаешь. Ну ладно, у нас тут бордель пока. Я приберусь и покажу, что и ты покажешь. Ладно, а тебе долго ещё прибираться? Нет. Короче, я прибралась. Нет, я не прибралась. Мы вот эти шкафы просто со спальни, они сначала там стояли, и мы поняли, что они нифига не функционируют. На самом деле тут весь мой гардероб, и все вещи, которые вообще не нужны, просто они здесь. А там хочется больше свободы, больше уюта, чистоты. И как-то вот... Поэтому мы перенесли с мамой вдвоём, переносили эти шкафы. У неё на канале, я ссылку оставлю под видео на её канал, мы там переносили эти шкафы. Это очень смешно. Я не знаю, как она это смонтирует, но вот этот шкаф мы нанесли первым, это было очень тяжело, у меня уже даже вздулась рука вот здесь. А второй уже лайфхак я там придумала для девчонок, кто хочет большой шкаф, за который не за что здесь схватиться, понимаете, неудобно. Там внизу ещё есть схватиться, а вот тут нет схватиться. И, короче, я лайфхак там придумала. Ну, в общем. Ящик, видали? Хлам из ящиков кухни комода. Хлам. Ящик, хлам. Просто можно взять и выкинуть, да? Не, ну, на самом деле-то мы так назвали хлам, там есть нужные вещи. Вот. В общем, да, вот здесь всё это поставили дело, всё вот так разложили, как бы, более-менее. Сегодня уже должен электрик прийти и нам всё это присобачить часам к трём. Вот. Ну, и, короче, это сейчас просто я всё сдвинула сюда, чтобы мы могли вот эти вот шкафы поставить. Обязательно будет работать мой вот этот вот пылесос. Здесь он прям необходим. Здесь очень много пространства, и пусть он, блин, работает. Тут реально можно уйти и оставить его одного. Пусть работает. Так что я очень рада, что у меня вот этот вот вакуумный робот-пылесос, Китфорд, КТ-533, он моющий, он классный, и просто он мне там как бы мало места, там реально протёр на старой квартире, и всё. А здесь много места, и пусть нахрен работает. С пультом. Вот. И, короче, мама там сейчас обустраивает Деньки целых полкомнаты. Деньки там. Спальное место и половина комнаты Деньки. Поэтому сейчас ему классно везде тусоваться. Вообще у нас в планах сегодня было покрасить вот эти стены, и всё-таки постелить линолеум, но что-то у меня такое смутное сомнение, не знаю, что мы из этого успеем сегодня сделать, потому что вот шкафы переносили полдня. Вот. Сейчас мама там порядок наведёт, я вам тогда покажу, что там как, а я пока себе что делаю. Я намешала кофе. У нас сегодня целый день штробят. Я говорю, мам, а мама снимает там. Видео ей нужно срочно было снять. Я говорю, мам, ну, типа того. Я говорю, надо подстраиваться и снимать такие видосы прям, которые где-то долго разговариваешь, да, не влог, вот как сейчас. Ну, сейчас нормально, да, штробят и штробят, особо не мешат. Причём, девочки, время, сейчас перерыв. Ну, то есть сейчас время такое, что должен быть перерыв с 12 до часа. Соседям пофиг, они штробят. Я, в принципе, не жалуюсь, потому что я понимаю, что, ну, у меня ребёнок в садике, да, вот, поэтому ничего страшного. Пусть штробят, мне не мешает. Я уже подстроилась, я сментировала видосик один. Влог без проблем, кусочек такой заснять. Короче, мы не завтракали сегодня, кофе только пили, и поэтому сейчас мы уже будем обедать. Мама сделала рагу очень вкусное. Вчера ещё мы его поели. Вот. Короче, покушаем. Попозже вернусь. Кстати, сегодня отмечает день рождения Полина Бонта. Меня пригласила. Так что я буду думать, что ей подарить вообще, с чем прийти, в чём прийти. В общем, сегодня вечером ещё будет у нас день рождения. Так, ну что, вот мама привела в порядок комнату. Вот такая вот она. А теперь у нас целый уголочек есть Дэнкин. Ещё две коробки вот я уберу, аптечка и документы. И всё, у него, смотрите, всё, всё его пространство, пожалуйста. Там хочешь смотри мультики, тут игра, ещё игрушки. Это мы пока что выставили, потому что он любит разбросать, честно говоря, игрушки, всё. Там в коробке собиралка всякая, машинка, там книжки лежат, ну такое как бы, пусть ещё остаётся. И у нас, кстати, хорошая новость, что, по-моему, у нас 2-3 раза в недельку может гостить наша племянница. Я её, возможно, буду забирать с садика. Это будет очень клёво. Я только рада, чтобы они вместе проводили время. И у нас площадь позволяет теперь деткам, поэтому мы с удовольствием, с удовольствием ждём. Но прежде чем отправиться на день рождения, привести себя в порядок, я должна покрасить стены. Да, покрасить стены. Всё, мы ещё ждём электрика. Он должен уже как бы прийти, но ещё не звонил. Возможно, задержится на час. Пока у меня есть возможность покрасить стены вот здесь в нашей прихожей суперклассной. Мы сейчас с мамой немножко прошлись по стенам, сняли лишнюю пылюку и лишние какие-то там, знаете, может быть, что-то брызгало. Какие-то бугорочки убрали влажной тряпочкой. Всё подмели здесь, всё убрали. В общем, всё убрали практически в туалет. Ну, потому что туалет у нас не доделан. Ещё в любом случае мы будем его делать. И вот мы сюда всё сложили. Вот это сейчас красить будут. Швабра тут. Ну, как бы туалет пока такой у нас. Техническое место. Чего мы сюда заходим на минутку? Вот. Ванна сейчас подготовили. Вот это вот, кстати, положила мама тряпки. Кто-то из подписчиц написал ей, что хороший такой лайфхак положить влажные тряпочки. Вот здесь нам сейчас будут сверлить и полотенцесушитель вставить. Влажные тряпочки, чтобы сильно пыль не летела. Отличный лайфхак. Спасибо вам большое. Тут мусор собрали, тут линолеум положили, потому что больше его никуда пока положить. Ну, и сейчас мы пройдёмся по стенам. Один, там два слоя. Сколько хватит всё это время? Мне кажется, один слой пока хватит. Ну, пока один слой сделан. Что у нас было? Хотя, знаешь, можно один слой положить везде, а, допустим, второй слой положить, ну, где шкаф будет стоять, там второй слой, мне кажется, не обязательно. Ну, может, посмотрим. Да, у нас вот здесь, вообще, я хочу планировать... О, электрик! Ну, что, я в рабочке. Сейчас разводим красочку и прокрашиваем стены. Для симпатичной визуализации. То есть это не конечный результат. Хотя вот этот угол я прокрашу и, возможно, там я клеить обои не буду, потому что здесь будет огромный шкаф. Вот. Вокруг обои поклеим. Ладно. Электрик пришёл к нам, пока полотенцесушитель устанавливает. Мы время зря не теряем, будем красить. Поднимай, всё должно загореться краску. Я правильно держу, смотри. Чуть-чуть пониже можно. Так, ну что, работаем. Струемся, не покладая руками, наводим красоту. Хотя бы для глаза просто. Реально. Надоело бы смотреть на вести. Нам ещё надо будет потом освоить поклей в обои. А я могу только поумничать, а силы у меня уже не хватит скакать. Решили вот эту вот боковину в широкой самой тоже закрасить, чтобы она визуально... Потому что сюда мы ещё не знаем, что будем ставить вообще. Створки или раздвижные. Здесь пока что покрасим для визуализации симпатичной. Чтобы ты так не мозолила глазения. Будет беленьким и симпатичным уж, да? Мамуль, ну скорей выйди. Ну, выйди. Дай посмотреть. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ура! Слушай, ну идеально прям. Вот идеально он стоит. Правда. Беленький, аккуратненький. Зайчка. Вот он у нас здесь. Температура 21. Тут вот на красненькое оптимальное. Ну он такой красивенький. Такой лапочка. Такой беленький. Идеально мне вообще сюда. Вот всё. И мы продолжаем с мамой раскладывать линолеум. По-моему, он у нас лежит уже как надо. Мы только должны его распаковать. И развернуть. Стены покрашены. Это я уже не показывала. Показывала. Стены покрасила я. Мама уголочки прокрасила. А теперь расстилаем линолеум. И увидите потом, как оно будет. Стиль лофт. А чуть-чуть даже красиво. Вот если так вот всё будет. Вот так вот так вот. Вот так в проводах. Очень даже ничего. Короче, Полина. Понимай, да? Прежде чем я отправлюсь вообще соберусь к тебе на день рождения, мама заставила мне всё покрасить. Положить линолеум. Прибить все эти провода наверх. И только теперь я могу начать собираться на твой день рождения. Зато мы провода все подняли. Они у нас теперь висят. Ну всё, мои хорошие. Долго ли, коротко ли. Еду. Сейчас за цветами ещё доеду. К Полине еду, опаздываю. Так, вспоминаю. Вспоминаю. Где находится квартира. Так, 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 так. Так, по дороге купила цветочки, все дела. Можно я отправлю? Ну что, мои хорошие. А ты, кстати, не будешь делать распаковку подарков? Там отдельное видео. Ты прощаешь хочешь? Прям во влоге? Да. Никакого сюрприза. Так как же никакого? Я приехала, наконец-таки, к Полине. Я голодная. Вот нашла себе мягкое местечко. Карина. Да. Всё, она сразу подарки распаковывает. Вот что за человек? Что за человек? У неё видео узнаете. Ничего себе. Ну, что ты хочешь? Они же потом удаляются. Кто? Видео. Какие видео? Вы мне скинете потом всё? Где вы мне отмечали? Полиня, включи меня. Расскажи, как дела у тебя? Пожалуйста. Как тебе дела? Отметьте меня. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Настроение огонь. Сколько тебе исполнилось, кстати? Буду спрашивать. Ты не говоришь, восемнадцать? Всегда восемнадцать? Э, музыка важна! Здорово, здраво, 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 здраво. Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Прямо погода у нас вообще замечательная, классная Время провела я замечательно, спасибо Полиночка Вообще за то, что ты родилась И есть такой классный повод встретиться И классно провести время И вот, реально классно провела время Сто лет не была в клубе, я не помню Вот так, чтобы реально просто поплясать, прийти в клуб Я не помню, когда я была И мне было интересно очень прийти и просто посмотреть реально Какие даже сейчас клубы, тем более у нас в Ростове Потому что последний раз я была только в Москве В клубах Какие здесь клубы Как здесь тусят Как выглядят люди, девочки, мальчики Когда я зашла в клуб Первое, что я поняла Что у нас реально одни из самых красивых девчонок в Ростове Ну просто вот я зашла И просто одни красавицы Вот реально, фигуры красивые Точеные, лица красивые Такие ростовчанки вообще Ну просто для ребят Приезжайте к нам в Ростов И ищите себе здесь невест Просто в любое заведение, в любой клуб Их просто очень много И все очень красивые Вот Ну я думаю, что из них Ну будем надеяться Большая часть И не только красивые, но и умные И хозяйственные Вот Что еще в клубе Ну лишний раз поняла, что все-таки клуб уже не мое И я поняла, что даже не то, что уже не мое Оно особо никогда и не было, наверное, моим Мы сегодня разговаривали там с Элей Вот та тоже подружка Полины От человека зависит Я сейчас думала от возраста Думаю, возраст, возраст И уже в каком-то возрасте И не кайф ходить по клубам Мне кажется, в молодости все вот ходят по клубам Просто потому что, ну, все ходят по клубам Нам надо что-то узнать, да? А потом все-таки кто-то определяется Клубы, это его? Хочет он там тусить? Нравится ли ему там эта вся тусовка? Либо Человек больше такой Ну склонен к чему-то другому Мне, например, вот Я протусила Даже потанцевала немного Расслабилась Ну, как бы я не зажатый такой человек Стоит там где-то в углу Играет классная музыка Я танцую, мне пофиг вообще Уже с учетом того, что я вообще не пила Последний раз там У Полины выпили И все, я уже не пила Потому что я уже чувствую алкоголь Он в какой-то момент Немножко, знаете, как Кружит голову А потом начинает тошнить от него И вот, ну, как бы Мне напиться вообще нереально Чтобы я выпила там И что-то там Забыла Или шаталась Или что-то не контролировала Это невозможно Потому что Просто, ну, организм Не воспринимает алкоголь Настолько Чтобы что-то там В моем организме Творить Заехала в такси уже Тут что-то стояло Вот И Не знаю, может, конечно Если бы я так напивалась сильно Может быть, у меня было бы Вообще-то Тогда все равно Где тусить Клуб это Или дома у кого Или на улице Или на лавочке Но Вообще Я не понимаю, что там делать Мне уже На самом деле Я так поплясала Я захотелась уже выйти Скорее Ксынули под бочок Скорее заниматься Своими делами Какими-то такими Знаете, вот Ну, насущными Такими Какими-то Ежедневными Буднями Работать Снимать видео Что-то планировать Реализовываться Потихоньку В этой жизни Как-то С близкими Встречаться Ну, вот Вот дома На самом деле Дома Сидеть, выпивать Там, да Если ты встретился Что-то отмечаешь По-классному, да А вот когда ты уже Идёшь в клуб Всё-таки Я понимаю, что это Не совсем моё Но мне сегодня Было кайф Сходить Девчонки говорили Что они пойдут в клуб И я прям-прям с ними Говорю, да Я с вами пойду Мне кажется, я как Знаете, во сне Вот это вот Такая Клуб Огни Так классная Меня улыбалось Всё это прикалывало Вот Ну, я думаю, что я ещё Очень много Времени туда не попаду Хожу домой Думала, что здесь Все спят Время-то Знаете, сколько уже Время? Полвторого А мама чё ли Монтирует видос Прикиньте Офигеть Мама чё ли Ты чё, время полвторого Монтирую сижу Смотрю, как мы с тобой Шкаф вытаскаем Так слышно Я сейчас на обестрюмку ставлю Да? Мне уже ржать хочется Ты что, на своём дело? Посмотрите, да Мы с мамой Таскали два шкафа Сегодня брат рассказывал Он даже не знал Что мы решили перестановку Вдруг резко сделать Я говорю, мама, снимай А у меня как раз камера была занята И, короче, мы там вообще Так смешно таскали эти шкафы Лайфхаки всякие Короче, посмотрите у мамы на канале Ссылку под видео оставлю Я уже, по-моему, говорила об этом Я уже забыла Ну и, короче, я это к чему? Про возраст Что я раньше думала, что, типа, возраст Ну, типа, молодые тусят И потом это надоедает, да? А начинаю спрашивать у кого-то Кому-то до сих пор кайф в клубы ходить Кайф выбивать И курались и до утра Хотя возраст уже и 35, и 40, понимаете? И даже с таксистом ехали Он тоже говорит Ну, мне 35, а мне кайф Я тушу только так И он говорит Ну, да, мне тоже кажется Это от человека Это мы в такси тему подняли Тоже, говорит, кажется От человека зависит А есть кто-то в 21 Там, может, в 22 Совершенно не интересуется клубами Или там, может, был один раз И вообще не понравилось Так что напишите в комментариях мне Сколько вам лет И как вы относитесь к клубам Кайф вам там ходить, тусить И если вы гуляете Отдыхаете с друзьями То можете это делать всю ночь напролет И уже встречать рассвет Или вы как я Тут человек, который всегда все контролирует Не пьет Быстро устает Хочет в кроватку И для меня сегодня То, что я полвторого пришла Это на самом деле очень поздно Очень поздно Обычно меня вырубают Уже намного раньше И я до 12 дома Это край И уже такая Я уже и зеваю И у меня уже и тошнит И глаза болят И ничего не хочу Вот Напишите в комментариях И посмотрю Сколько нас таких Ладно, все Буду спать Завтра у нас выходные дни Буду смотреть, чем будем завтра заниматься Что у нас по плану завтра Новенькое Спокойной ночи Всем доброе утро, мои хорошие Какая-то проснулась Вот всегда после тусовок И вот всего этого Просыпаешься Какой-то немножко С тяжелой башкой Вот Но я думаю, что сейчас кофе выпью И приду в себя Сегодня выходной день Ой Проснулись Кстати, сколько времени Мы перевесили часы И теперь Полдесятого Я тоже все время в эту сторону смотрю По привычке, да Полдесятого Какие планы на сегодня Наверное, снять какое-то видео У нас все рабочие Все все сделали уже Делать нечего Как-то я даже одинока, да Кофе попьешь Тогда голову Принут какие-то Да На самом деле С ремонтом Всегда Вот Я сейчас даже не было момента Что мы что-то ждем Даже бывает, что Мы финансы там потратили Все на то, на то, на то Да, там ждем, например Зарплаты или еще что-то Но не было такого Что мы тупо сидим и ждем Такие Вот бы сейчас это сделать И ждем Нет Все время есть что-то делать Что мы вчера вот это вот покрасили Выложили линолеум Руки не доходили Теперь Вещи вот разбирать Мне кажется, это вот нам надолго, да Вещи распихивать везде Раскладывать Вот Так, сегодня суббота У меня еще заказ, кстати, один есть Ой, надо проверить У меня мой магазин Блин, точно Заказы там же еще есть Заодно всем все отправить Вот мои планы Кофе попить с магазином Разобраться пока А потом вернусь А, и кстати, у меня в инстаграме конкурс Да, но когда выйдет это видео Он уже закончится На один-два дня В общем, такие планы Просыпаемся Котеночек, как твои дела? Котеночек Как дела, котеночек? Котеночек Хорошо Хорошо Я чувствую себя прекрасно Прекрасно Так, я решила сделать себе масочку Вот такие вот масочки у меня, кстати, появились Как в коробочках Маска с апельсином и витамином С Решила сделать Антистресс и омоложение Омоложение Мне кажется, что Моя кожа получила Стресс Вчера Вот И сейчас будет антистресс Ну и прям молодиться Чуть-чуть не мешала бы Ну что, масочка на мне 15 минут похожу И буду Щиять, молодеть И вот, кайфовать И еще, скорее всего Мы сейчас поедем Смотреть двери в Леруа Сейчас сделаем все дела И поедем в Леруа Все вместе Все мои маленькие семьи И маму пора уже вывезти А то она дома сидит Прям Вы люди, да? Да, они выходят Сделала масочку Теперь Прекрасная Денька сходит с ума Слушайте, реально Вот я панкейки снова готовлю Часто спрашивают У меня рецептик панкейков Девочки 200 мл молока 2 яйца Сахар по вкусу И все И вот овсяная мука До нужной консистенции Все, вот уже разогрелась сковородочка Я раньше, честно говоря Не думала, что для меня Это реально будет Одно из самых простых Приготовлений утром Реально И самых вкусных Раньше, когда девочки Готовили блины Или оладушки какие-то И говорили мне Я говорю Блин, да это же целое дело Намешать, стоять А мне кто-то из ученых Говорил Блин, да это самое простое Что я могу сделать Если ты это любишь Я сейчас тебе сделаю Я говорю Ну клево А сейчас реально Сама понимаю Что это один из самых Питательных Здоровых Вкусных Завтраков И быстрых Для готовки То есть Я вот с удовольствием Я даже овсяную кашу Не дольше готовлю Чем эти панкейки Вот Вчера я тусовалась Так И честно говоря Ну как бы Я не привереда В том смысле Что Ну когда я конечно Жестко сидела На сушке Конечно Меня там сложно было заставить И я могла пойти На день рождения И реально Ни капельки Вредного Ничего не положить в себя Но так как я уже достигла Результата И я кстати взвешивалась Недавно 54,2 Еще минус 200 грамм Вот То И я ничего не ела Еще была голодная Я пришла И конечно Я не привередничаю За столом Типа Хотя Полина постаралась Она даже ППшки какие-то Там приготовила Но я вообще Попробовала Все что есть на столе И сладенькое И не сладенькое Вот Все было вкусно Но организм мой так Все быстро Хорошо переваривает Ну Хорошо работает организм Вот Поэтому Сегодня я опять начинаю В свой обычный день То есть я вчера вечером Позволила себе Ничего страшного Я от этого не поправляюсь Единственное Что я думаю Что конечно Все эти Жирные Вредные Такие моменты Я переживала Что Ну Организму будет Как-то не очень комфортно Но мне и подташнивало Вчера немного Вот Наверное От всего съеденного Всего по чуть-чуть Ну А сегодня Я Снова на ПП С удовольствием И готовлю я их Всегда без масла Всегда Ничего вообще Сюда не наливаю Ни капельки Не смазываю Вот она у меня стоит Сковородка Все время Тут чистая И Ничего Никогда в ней не налито Ну если конечно Мы не готовим там мясо Может быть тушение Там или там Еще что-то Мам делать Вот И ничего не прилипает С антипригарным покрытием Очень кстати удобно Все это Главное Ну как бы Несильный огонь Должен быть такой прям Медленный Они как бы Выпекаются На сковородке Девочки Еще сейчас Мама монтирует Смотрит комментарии И говорит Вы спрашиваете А я забыла На самом деле А я забыла Написать Что за средство Очиститель фасадов Вот смотрите Этот очиститель Фасадов Ну не фасадов А короче Если у вас От плитки У нас положили Получается Вот эту вот плитку Да На пол Вот А потом Короче начали работать Всякие там работы Делать и штукатурить И шпаклевать И так далее И так затерли все Что уже не отмывается Просто простыми средствами И нам вот наши рабочие Они посоветовали Вот такой вот Очиститель фасадов Я его брала В Ваш дом По-моему Да Но самое интересное Что когда я подошла К продавцам И я им сказала Мне нужно такое средство Они нихрена не понимали Что за средство Девочки Они меня отправили Я звоню опять Я говорю Да нет у них такого Он такой Короче иди В этот отдел Заходи туда Смотри Оно такого цвета Там будет это Представляете И мы вместе с консультантом Искали И в итоге у них есть Вот такая вот канистрочка Сколько тут Я не знаю Литров Пять наверное Да Она стоит Шесть Шестьсот рублей Вот Но мы ее половину Срасходовали Еще здесь есть Пригодится Я думаю Но она офигенная Ее просто наливаешь Я вам даже сейчас Вставлю видео Вот здесь Как оно очищалось Я просто это видео Где-то потеряла И когда уже выпустила Вам про ванну Я его просто не увидела У меня была Как вы знаете Плитка положена Да сначала И потом мы начали Делать стены И проводили штукатурку И мне запачкали Всю плитку И вот ребята Посоветовали Такое средство В вашем доме Взяли Очиститель фасадов Вот такая реакция Сразу Запаха сильного Не чувствую Но вот убирается Прям все мгновенно На глазах Класс Когда буду делать Вам обзор По ванне Я там еще Тоже добавлю Это Кто-то посмотрит Видео Кто-то нет Все узнаете Об этом средстве Чудо средств Так Ну что Вот такой красивый Завтрак Я приготовила Своим деткам Приятного аппетита Побежала мама? Побежала мама? А мама побежала? А мама побежала? она спряталась мы собираемся в балерла будем смотреть двери я одеваю сразу удобную обувь, кроссовочки Денечка, иди сапожки одевай Готовы? Все готовы? Дени готова А Вашка, что осталось думать? Думаю я, просто домой заезжать из-за того, что ботинки одеть я не так часто выхожу Проблема в том, что по торговому центру, там тепло, ходить в сапогах часами, там проблема отлично А где мой телефон? Ну что, мы наконец-таки долгими собираниями, вот они мы уже идем для Руа Малышня, с пачкой моих карточек О, конечно, пианино, давай покажи к бабушке, как ты играешь на пианино Бабушка видела? Не все, не все там играет, но Красота Все, пойдем в магазин, покушаем Первым делом покушаем, мы голодные, злые И мама говорит, чтобы мы никого не покусали Я говорю, мы голодны, чтобы друг друга не покусали Мы можем Ну что, мы поели Денька поел блинчик Еще мама ему купила овсяное печенье, да? Ой, что, Деня кушает Овсяное печенье Сидит такой весь в крови, какой в свете Я говорю, так, хожу вся грязная Я уже, мне кажется, с пониманием люди относятся У меня куртка грязная все время То в машину погода, то втерлась где-то там в подъезде Ну, дома уже вроде ничего у нас нет Хотя все равно, что-нибудь, да, где-нибудь там не дотерли И вмажусь Ну, вообще, ты вышла в люди, как бы тебе комфортно На огонь и посмотреть на лица свежие Да надо же иногда выходить из дома А то мне уже пишут, вы там почаще на воздух выходите В прогулочку делаете Конечно, а на десять дней вот с Нового года Или когда мы там заехали, так ты и не выходила из дома Недавно я говорю, иди сходи в магазин Ну, во-первых, смотри, я уже две недели, как у тебя Первые там сколько-то дней Там мы приводили в порядок ту квартиру Собирали вещи, перевозили вещи И вот в этой квартире уже мы сколько находимся Не, ну тут ты хоть выходила, когда мы перевозили вещи А тут ты вообще не выходила А я что там выходила? Ну, выходила я в машину прыг Ну, хотя бы Выпрыг Ну, в общем, короче, это не прогулка Короче, это первый ее нормальный такой выход Вчера в магазин выходила, а сегодня в торговый центр Ё-моё Ты должна, наверное, смотреть, как я в клубе была Я захожу такая, как дурочка на эти огни Смотрю на людей, меня все улыбит Так и ты, наверное, хотят торговаться интер магазины Не, ну все же какое-то разнообразие Это, в общем-то, радует разнообразие Сейчас две головы пришли в Леруа Вот уже подъезжаем Будем смотреть двери Хочу двери, естественно, не пластиковые какие-то, да, но, как бы, что-то надо выбрать Бюджетненько, красивенько и качественненько А Денька печенька Печенька Главное, что ребенок чем-то сдали Это точно Ты ему немало печенья взяла Нормально, у него еще целая пачка моих карточек Ему хватит? Да Возмущается мама Камера Вся в этих Так, мы идем, мы все оформили, купили двери, выбрали наконец-таки то, что нам нужно Потом покажем, что Выбрали, ну, как бы, одинаковая серия дверей, но с разным дизайном Туалет и ванна Одни, две одинаковые И две Спальни, там, детская Одинаковые Сейчас мы идем за ручками Выбирать ручки Смотрите А в Леруа 176 рублей стоит А я в Хофф за 69 купила 12 колечек Вот вам, пожалуйста Ну, они здесь круглые, а у меня такие овальные Здесь еще варианты разноцветные Фу, ну что, мы вернулись из Леруа На самом деле, очень насыщенный день был Время сейчас без десяти восемь, мы только пришли домой И покушали только тогда, когда поехали в Леруа Это около двух-трех часов поели То есть шесть часов назад мы поели И уже, естественно, голодные, уставшие Приехали домой Сейчас быстро сделаю бутерброды и покушаем Мама пока будет делать из фарша ежиков там каких-то Не буду ежиков По-флотски нафиг сделаем А, по-флотски Да, по-флотски Она хотела ежиков Потом попроще решили По-флотски и будем использовать муку Фу, макароны из амарантовой муки Вот, хочу попробовать, насколько они отличаются от обычных макарон Я их просто давно брала, хотела сделать отдельное видео Но в итоге, ладно, здесь во влоге покажу И скажем с мамой, вкусно нет Вот, и что еще? Да, заказали двери, заказали установку Двери должны завтра привезти Покажу уже цвет там завтра, да А установка, она, конечно, в течение десяти дней звонится И, в общем-то, все вместе Двери нам обошлись двадцать пять и... Почти двадцать пять Сейчас скажу В общем, примерно тридцать пять тысяч Совсем вместе с установкой Мы хорошие двери, кстати, взяли Неплохие, они экологичные У них там эко-шпон покрытие Такое, что от вмятина от жирных В общем, все классно Но потом все подробно расскажем Про двери это будет отдельное видео Сто процентов Вот Все, сейчас давайте быстро сделаем дерброд Иначе мы друг друга покусаем Девочки, все-таки мы не дождались отдельного видео И вот сейчас мама сделала макароны по-флотски С макаронами из амарантовой муки Честно сказать, особой сильно разницы от обычных макарон нет Они реально вкусные, классные, заходят, все хорошо Единственное, есть такой маленький какой-то привкус Необычный, да Ну, в принципе, он не портит блюдо Как тебе? Да нормально Макароны в моем детстве были вкуснее Ну, это понятно В твоем действии много чего Они были такие длинные, продавали в такой длинной пачке В твоем детстве было все намного лучше Внутри была дырочка И мы эти макароны медленно опускали в воду Они были такие длинные Это спагетти называется? Нет, спагетти без дырочки Спагетти тоньше А те были потолще А потом мы брали макароны по-флотски Брали такую длинную макаронину Она заполняла всю тарелку Одна макаронина Ха-ха-ха И сосали так Тягивали Вот, слушай Ты что мне начнешь рассказывать? Ты все детство вспомнишь Мама мне наложила, главное, макароны И говорит, я тебе немного наложила Вот видели, сколько было? Я съела реально даже меньше половины И мама говорит, я очень объелась Короче, мы делаем вывод, что какие-то макароны Эти очень-очень сытные Прям, ну, как бы Я могла бы съесть половину легко А тут я половины даже не особо съела Я просто обожралась И еще, смотрите В Ашане я все-таки взяла Кто на моем втором канале видел обзор Где я проходилась по Ашану По биотоварам И увидела вот такой вот Ашановский Видите, Ашан написано Ашановский, я так поняла Био Соя, ванила Но это не написано, что молоко соевое А тут написано напиток такой, типа соевый Я спрашивала у девочек в комментариях Кто пробовал Это как бы можно ли это заменить Ну, соевое молоко Чтобы сладый пить Почему спрашивала? Потому что стало интересно Он стоит намного дешевле, чем Альпро Альпро 330 рублей стоит А этот 144 Причем у него другие напитки Там апельсиновый, мультифрукт Такие Они стоят дороже Там и 200 рублей Там и больше Этот 144 Я решила взять Попробовать Написал кто-то, что да, сладо Отлично Так что я попробую Надеюсь в этом влоге вам и скажу Классно он или как И вот еще, девочки Эти сладости Просто для меня открытие Умная сладость Именно вот эта вкусняшка Не все умные сладости мне нравятся Но именно вот это вот просто Ну я вот откроюсь Сейчас буду с чаем пить Это на стевии сделано Без добавления фруктозы и сахара Вот, конфеты желейные В кондитерской глазури Со вкусом манго и маракуйя Вкус внутри просто необыкновенный Они легкие Такие сладенькие Честно я прям половину съедаю И самое главное, что Не поправляюсь Я сразу три пачки взяла Они стоят 121 рубль одна В принципе нормальная цена Мне кажется Может немного дороже Чем другие вкусняшки Хотя есть такие вкусняшки Которые блин Очень дорого стоят И при этом и с сахаром И со всем на свете С чем не очень полезно было бы есть И вот сегодня Когда я как раз таки искала комментарии Какие-то Кто мне написал Кто пробовал вот этот соевый напиток Пока искала комментарии Начала сразу читать Что люди как бы Что-то начинают мне писать Что за бред Что это у тебя за диета Почему ты говоришь Глютен там вредно Или там сахар нельзя Лактоза нельзя Я конечно Уже устала честно говоря повторять Ну видимо Как-то люди неправильно Меня воспринимают Это тем кто адекватно Все воспринимает Вам респектосик большой Но те кто что-то не догоняют Я повторяю Что я не говорю о том Что что-то где-то вредно Просто я для себя Выявляю какое-то новое Для себя Правильное питание Все индивидуально Для кого-то блин Пирожки понимаете Там вот Сдобные С белым сахаром Для кого-то в принципе Белый сахар это хорошо А я вот уже прихожу К тому что Белый сахар Так же как и от соли В свое время говорят Лучше отказываться И заменять Это какими-то растительными вещами Но до этого надо допетрить До этого надо дойти Внутренне быть к этому готовым Нужно перечитать Кучу литературы Нужно познакомиться С определенными людьми Знающими в этом все дело Понимаете Я потихонечку К этому иду И вот я заменила сахар Да и даже Ну как бы Понятно что Фруктоза Это другое Тут все просто намешано Немножко да Одно пп другое там сушка Когда я была на сушке Нам нельзя было глютен Нам нельзя было То есть У нас Очень много чего Забрали Вот такого да Ну не очень много Но сахар точно забрали Мучное все точно забрали Крахмал То есть этот картофель Тоже забрали Это была такая Интенсивная сушка у нас Просто мне понравилось Что я могу много Сладости есть Я очень сладкоежка Да Мне понравилось что я могу Есть много сладостей И при этом не поправляться Понимаете И поэтому сейчас Когда я покупаю Вкусняшки Я стараюсь чтобы там Не было сахара Даже тоже фруктозы Не было Чтоб там была стевия Конкретная Либо заменитель Да какой то Нормальный Сахар Конечно же я не беру булки Чтоб там было глютен Там и всего-всего Конечно картошку Я все равно ем меньше Зато те продукты Которые я выбираю Я на них не поправляюсь Я могу их есть сколько хочу И не переживать Понимаете Но при этом я не отказываюсь Сейчас полностью От каких-то других продуктов Прям вот картошкой нет Да Нет просто я стараюсь есть Немного там да Ну не знаю Это настолько все индивидуально Кто-то мне говорит Что у меня ПП головного мозга Но мне кажется что Те люди которые мне пишут Что у меня ПП головного мозга У самих с этим реально проблемы Потому что они не могут пройти мимо человека Который ищет что-то полезное Читает составы Что в этом такого Ну ешьте то что вам нравится И все Я это снимаю Для людей которые разделяют что-то А может даже не разделяют А им просто интересно Узнать цены на такие товары Что продается Чем люди живут Что они едят И почему Вот и все У меня нет никакого ПП головного мозга Я могу пойти И съесть вкусно любви блинчик Понимаете Просто это не Каждый день И полный контроль веса В основном Я стараюсь есть Вот что-то такое правильное Да И я не говорю что фруктоза Это неправильно Нет это фрукты Все хорошо Просто на сушке мы их не ели Поэтому я по привычке стараюсь Чтобы этого тоже было Поменьше Короче Что ко мне придираться Я вообще не понимаю Девочки Вот так они выглядят Видите Вот такие вот как конфетки И очень густой Прям такой знаете Мармелад что ли Или желе такой Густой внутри И с невероятным вкусом Сочетание маракуйя и манго Очень вкусное Даже Денька вон Ну и отбирает Так одну и хватит Мама решила освоить с утра пораньше Навыки укладки линолеума Точнее это вот наши вот моменты Которые здесь у нас вот Ну не пришли в стыки Да Вот видите у нас тут Есть кусочек Вот такой вот Который просто Ну это я неправильно покупала Как-то я уже говорила Что померили через жопу Как-то мы И у нас вот такой вот зазор получился И сейчас вот у нас есть кусок Который мы Видите картинка в картинку Стык-стык Мамочка вот тут все вырезает Это что-то она сама Инициативу проявила И тут вот режет Ну она конечно А я решила попробовать Себя в этом деле Ты конечно все делаешь Ну как бы помедленнее чуть-чуть Но Но идеальнее Хочу ровно Чтобы было Потому что у меня такие Знаете я такая Что-что-что Мне терпения не хватает Я все фигачу в разные стороны А еще у нас хорошая новость Привезли двери Вот можете смотреть Какого цвета Двери у нас Светленькие Красивенькие Белый дуб называется Заказывали в Леруа Но с этим будет отдельное видео Ой короче Потому что у нас тут Я не знаю Нужны были там доборы Я взяла доборов пять штук Мне так посоветовали А потом Когда уже начала оформлять доставку Сказали что Может они не понадобятся Короче Может быть еще эти палки Часть этих палок Потому что здесь наличники Здесь коробки Для Дверей Часть может еще отвезу Обратно Вот такой вот цвет такой Вот Такая красота Качество хорошее Но это уже в отдельном видео Расскажу вообще Что почему мы выбрали Именно этот А так вообще у нас утро Данечка На картах сидит На картах сидит Печеньки разложил Кстати все У него это Планшет видите Лежит Я ему говорю Все сломан планшет Он мне говорит Чучуа включи Вот это у которого А я ему говорю Сломан Он говорит батарейка села Я говорю Нет Походу батарейка сломалась И все Я у него в одно время Забрала телефон Потому что что-то прям Телефон Телефон Я говорю это слишком Вот уже жестко У него три телефона Было разных Мы их там перезаряжали Он играл там Даже не играл И мультики там не смотрел Просто тыкал в кнопки Как ну как Может быть даже Ну просто что-то стало Навязчивая эта идея Я убрала все Он забыл Через день уже про все это дело Сейчас говорю Мам давай Я говорю планшет походу Забирать Потому что это вот Вот в садике Вот они там занимаются Какие-то включают Общие такие моменты Говорю ради бога Дома Говорю вообще Чтоб не было никаких планшетов Никаких телефонов И вот сегодня Он с утра встал Чучува Говорит Я говорю сломался планшетик Все не работает Теперь мальчик Играет с конструктором Печеньки он кушает Да? И играет с конструктором И печеньки кушает И как-то нормально себя чувствует Я думаю что он тоже отвыкнет И потом я его уберу Он даже о нем не вспомнит Вот что хорошо Я заметила что Ну я думаю в принципе Все такие детки Пока они на глазах Это у них Они это помнят Как только это с глаз убрали И начали чем-то другим заменять Они это быстро забывают Поэтому стоит это делать Именно в таком раннем детстве Вот сейчас пью кофе Двери привезли Сейчас поеду заказывать Пару заказов Вот Надо мне сейчас их оформить Красиво сделать К 8 марта уже покупают Что-то интересненькое Вот И надо будет встретиться Отдать заказ Через часик Пока Давай Старушка так мило Уговаривала умницу Заяц Так быстро листаешь Я не успеваю читать Шла Нашла И дошла До печи Такая ленивая помощница Быстро Надоела Госпоже Метелицы Вот и сказала она Уходи-ка Все конец сказки Вот так мы читаем сказки Это сказка Вот Госпожа Метелица Блин Это одна из моих любимых сказок Была в детстве Я уже и забыла про нее Тра-та-там Доброе утро всем Сегодня нарисовалась Неожиданная поездочка С кем? Как вы думали бы? И поездочка Куда? Как вы думали бы? Краснодар Девочки я ни разу не была в Краснодаре Так что Всем из Краснодара привет Что-нибудь по дороге вам подсниму Вообще у меня всего лишь 29 минут на камере осталось И почистить я никак не смогу Поэтому я постараюсь говорить меньше Показывать больше Все самое интересное И не лить воды Поехали! Ну что мы едем Смотрим на красивые прекрасные виды Красивое голубое небо Такое прям шикарное Дорога Слушайте на самом деле дорога расслабляет Я так давно никуда не выезжала Что честно говоря даже просто вот Нам по прямой на самом деле до Краснодара Тут 250 км И вот прям даже наслаждение Мы уже с братом обсудили вообще все что можно обсудить Но пока что с моей стороны Тебе еще хорошо потому что ты не за рулем сидишь кайфу Да-да я не за рулем Меня везут Покер туда Меня везите будут ходить Да Вот Сейчас еще тысячу тем поднимем Классная тема Дороги сближают Если вдруг я продам свою тачку То я буду ездить на вот этой малышке Мама мне сказала предоставить свою машину Вот Мы вместе ее покупали Вот Мы с братом решили чуть-чуть расходить ножки наши Слышно Ветер конечно херачит жутки Спряч ушки Вечер 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 Херачит блин реально Аж даже машину шатают в разные стороны Ну мы едем Едем Уже час за дороги Вторая платная дорога у нас Вон она За нами Где мы? Вторая платная дорога Веселая жизнь Аааа Веселая жизнь Ёшкин кот Класс Виталька потихула Становиться возле веселой жизни вот въехали в краснодар красивые дома такие вот здесь высокие этот наверное еще строится недоделанный чуть-чуть не ну вот эти домики для беленькие такие мы уже как бы борт въезжаем но чуть по трассе красивого еще нет ты еще ничего красивого нет ну посмотри глянь сколько новостроек а чё это за улица смотри пиза н ролл там наверно пицца и роллы реформа да мы сожрать хотели два ближе с подъедем к цели к нашей и там сожрем короче вот вот дома так вот мальчики и девочки краснодара российская 99 мы у вас тут на райончике вышли перекусить потому что проголодались вот вы зашли в как зайдем сейчас какой-то пивко бургер счета ну короче ну короче красиво ведь она сфотографировать возле этих огней это было красиво не бургер на это было пивко мне надо нужно бургер бургер ну не сделаем за рулем ночью вот ночной теперь город мы поделали дела с братом вот выезжаем на ночной город в общем-то в принципе уже и выезжаем до ростова вот да и вот наша поездочка как бы вот вот мы уже дома в ростове встретимся краснодар классный город да конечно вы конечно извините но встреча с краснодаром честно но так откровенно короче не очень во первых мы весу взяли бургер я продавцам сказала бургерная там вся такая траляля все там отдельно касса отдельно блин там целая кухня у них поэтому я говорю дайте нам какой-нибудь бургер чтобы мы ваш краснодар запомнили очень вкусным что вас очень вкусные бургеры и он сразу такое блюдо учета какой-то фирменный и как фигня чисто фигня какой-то жидкий разваливается нижняя булка вообще какая-то непонятная хотя готовили прям при нас все там свежак и в итоге ну не айс нет нет нас дальше у нас пробка без поворотов наш через 200 метров и еще я могу вам сказать что вот мы сейчас в дороге проводим много времени и я вам скажу что здесь вообще не уступает дорогу вот реально чем может от тачки зависит но в ростове честно говоря вот мне всегда уступают дорогу даже бывает я не наглею джипики как бы не побаиваются но ты сейчас ездишь какое-то ощущение вот что отличается вот какая-то дорога да тоже все наглые как и в ростове но мне кажется что здесь более но у нас конечно наглый но тут это тебя пропускают все блондинка за рулем видит раз но ты чувствуешь что ты как и на своей ездишь да ну в принципе ну смотри ты поставил поворотник блин машин 15 проехала хоть бы кто остановился думаю про щелкал значит стой блин теперь за фурой понимаете но никакой вот солидарности водитель и мою на краснодар ну будьте добрее уступайте дорогу ё-моё доброе утро мои крошечки после поездки в краснодар по-моему мы ничего и не снимали до поездка в краснодар была не простая у нас там просто закрылся офис и некоторая мебель даже мне досталось по наследству но это я все покажу вам потом вот а сейчас я хочу смотрите чем я все-таки хочу открыть вот этот вот соя напиток и все-таки его затестить с кофе а еще мы сегодня ждем холодильник ту 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 мама выбрала супер пупер холодильник она разбирается в технике девочки и могу вам сказать что ее мнению можете полностью доверять кстати очень редко когда люди работая с каким-то брендом или с какими-то брендами зная всю подноготную этого бренда обычно остаются довольными моя мама проработала очень много с некоторыми брендами и она души в них не чает любит поэтому как бы знает почему потому что знает все всю изнанку этого ей можно доверять так что если кто-то выбирает там стиралку холодильник смотрите идите на ее канал смотрите на все подробно рассказывает также она рассказывает на что вообще обращать внимание при выборе той или иной техники можете без проблем задавать ей вопросы в комментарии она вам поможет чем сможет все от души бесплатно чувствую стал и вот эти вообще просто выкинуть потом они так вздуваются здесь конкретно но это понятно что это не для кухни столы были что-то не отмывается какие-то пятна вздутие так выглядит в общем как до соевый напиток и какой-то он ванильный до пахнет ванилью короче очень похож на просто на прочее похож на соевый соевого ванильное молоко нагрею и добавлю кофе так ну что пробуем в общем девочки напиток может быть и вкусные но честно для меня очень сладкие причем здесь и у меня половина только стакана я наливаю до плюс еще кофе и обычно у меня но даже кокосовая там и с ванилью альпур не такой сладкой прям очень приятно сладкой я бы еще разбавила водой наверное горячей на конечно я его наверное с горем пополам допью я просто не люблю так много сахара я даже в чай там или еще я добавляю на кончике чайной ложки сахара чтобы вы понимали то есть этот сахар вот этот чуть-чуть да ну или сахарозаменитель он должен давать просто какой-то легкий отдаленный привкус вот и все а бывает даже без сахара пью если я ем какую-то сладюшку поэтому вот этот приторные соевый не для меня ну и вот я говорю только причина в том что он очень очень сладкий а так в принципе нормально так что если кто-то любит много сахара смело верить и она нифига себе вы это видели вообще вы это видели ё-моё лето уже к концу подходит подожди я иногда забываю какие месяцы в декабре вот так сразу и знаете я чё вспоминаю и сразу вспоминаю песню и уносят меня и уносят меня звенящую снежную даль три белых коня их три белых коня декабрь и январь и февраль ну вот пожалуйста у нас пола последний месяц зимы и впервые вот такая вот погода да я не собираюсь рассказывать то что ты у себя больше рассказывать холодильник мама уже вот моет здесь готовят для вас видео все подробности она пока его мой такая а вот ты знаешь а вот смотри для яиц тут видишь для из 12 штук вот если я горит будет мешать мой малый то можешь одну в одну поставить очень удобно чтобы место не занимал а еще говорит тут если ты свинью купишь большую там или 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 что-то большое то здесь можно вытаскивать ящики что-то тут повытаскивала и показала что можно сюда чуть ли там огромную кастрюлю десяти литровую стать а еще еще очень много всего но это она расскажет все расскажу на своем видео она сейчас она сейчас снимает все это и подробно будет все это же с удовольствием посмотрю потому что здесь я так понимаю она не просто так выбрала этот холодильник он тут какой-то супер навороченный совсем не супер навороченный но у него много маленьких таких плюсиков особенностей но по сравнению с тем что у нас был холодильник но по сравнению с тем что он навороченный кстати да потому что ну во-первых за какую мы цену взяли да мы взяли вообще очень очень да по классной акции по скидке и за такую цену можно купить допустим арестон такого же размера таких габаритов но там много чего такого вообще не будет совсем то есть у нас какая-то вот эта вещь съемная можно мыть уже показала ну короче она все покажет расскажет а еще этот холодильник вот что прикол что если вдруг отключат свет то он еще 100 в течение двадцати четырех часов 22 часа хранит продукты в морозилке они не размораживаются целять круче чудо холодильник елочка зажгись красота в общем снимай еще мама сказала что раз у нас появился холодильник борщик завтра сварит до этого то у нас не не было холодильника и мы не могли такое там варить чтоб не пропала кастрюльку большую а теперь можем дэй ну чё снег да офигеть мы по снегу идем зайка это снег снег класс все пришли кстати сейчас домой дэнка насквозь мокрый весь у меня тут самое интересное что вот я купила ему новые сапоги и почему-то уверена была что они непромокаемые короче но нет они промокаемые у него полностью насквозь мокрые носки мы пришли зато мои вообще не зимние вот они мартинцы вот они мои носки абсолютно сухие хотя я чопала только так по этим по лужам вообще класс еще вот эти осталось проверить вам завтра их буду показывать уже надо проверить и просто щас не стала там слякать мокрое не стала их сейчас одевать хотя они мне бы под мой лук тоже подошли бы и по погоде шикарно но они светлые как бы сейчас были бы грязные мокрые в общем маркинцы проверено реально классно классно обувь ли на прогулялись на улице все равно очень хорошо мило курицы купила домой даже так это не хотелось прям срочно бежать несмотря на то что там прям снег с дождем получается или что ли получается снег идет и тает снег с дождем все мокро прям считаю как по лужам ходили мне кажется когда только лужи тогда просто вода она стекает а когда снег с дождем тогда снег мокрый лежит вот такой сон и тогда ты утопаешь воду задерживает этот снег поэтому быстро мокнут вот эти сапоги особенно вот такие ну да блин хорошие сапоги найти ничего должны быть короче резиновые наверно да и с начосом и на змейке чего привет привет приятного аппетита ладно мои хорошие буду с вами прощаться сегодня какой-то день такой знаете заметила что когда снимаю видео и чувствую удовлетворенность сегодня после того как я сняла видео долгожданное которое давно уже хотела снять я наконец-таки знаете прям успокоилась внутри и сейчас денька пойдет с ловушкой смотреть мультики а я быстренько доделаю вам этот влог и его поставлю уже вам на определенное время вот все донечка говори пока пока капота и я с вами прощаюсь до следующего видео а а а а Субтитры создавал DimaTorzok